Всем привет! Не так давно выкладывал на канале обзор Vivo X50, и он мне очень понравился всем, кроме цены. Вы в комментариях тоже отмечали, что аппарат сам по себе интересный, но слишком дорогой. Да и вообще не всем нужны флагманские смартфоны. И тут как раз подоспел анонс линейки Vivo V20. В России она пока состоит из двух моделей. Это сам V20 и более доступный и простой по характеристикам V20 SE. Но про него поговорим попозже, а пока что Vivo V20. А перед тем как начнем, у меня для вас хорошая новость. По случаю трехлетней годовщины своего присутствия на рынке России, компания Vivo подогнала несколько подарков для зрителей моего канала. Так что мы их с вами разыграем. Тут наушники, рюкзаки, футболки, в общем, условия в конце видоса и приступаем. Что касается стоимости. Когда я записываю обзор, Vivo еще не объявили официальные цены на линейку V20. Но некоторые блогеры говорят, что обычный V20 будет стоить 27 тысяч рублей в интернет-магазине самой Vivo и в крупных сетях. Но уже прямо сейчас на Ямаркете есть предложение за 26 тысяч, так что возможно и у официалов. В итоге будет столько же. В общем, оставляю в описании ссылки, заходите, проверяйте. Ну а если что-то купите, то поддержите таким образом канал. Поставляется новый V20 вот в такой коробке. Вполне обычная, но не переживайте. В следующем году все подхватят новый тренд от Apple, выкинут из комплекта все ненужное вроде зарядника и будут небольшие стильные коробочки. Ну а пока что зарядник есть, причем с мощностью 33 ватта. Чуть позже расскажу, как это влияет на скорость зарядки. Кроме него положили кабель с USB Type-A на Type-C, иголку для сим-блатка и пару бонусов в виде прозрачного силиконового чехла и проводной гарнитуры. На этом все. В плане внешности новый Vivo берут в первую очередь интересными расцветками. И самая прикольная такая, как у меня, называется красочный закат. В зависимости от освещения, от угла наклона может варьироваться от розового до голубого и со всеми оттенками между ними. Вот, и хотя я в принципе вообще устал от всех этих градиентов, в целом конкретно вот этот мне прям понравился. Ну для тех, кому хочется чего-то попроще в визуальном плане, есть темно-серый и вроде бы еще какой-то точно станет известно 23 октября. Как раз когда я планирую выложить это видео, так что, когда вы это смотрите, уже можно зайти на официальный сайт и посмотреть доступные расцветки. В целом дизайн, можно сказать, классический. Экран плоский, спинка тоже, есть небольшой вырез капля под камеру, все привычно. В руке лежит хорошо, да и вообще по меркам 20-го года аппарат довольно-таки небольшой. Материалы стандартные для современных середнячков, спереди и сзади стекло, а вот рамка пластиковая. Хотя некоторые англоязычные обзорщики говорят, что металл, так что есть вероятность, что это может зависеть от региона. Стекло на спинке, кстати, с матовой поверхностью, тоже один из новых трендов и он мне нравится. Но в общем, реально намного приятнее обычного глянца, да и отпечатки собирает не так сильно. Хотя с другой стороны, стираются они сложнее, чем с обычного стекла. По конструкции тоже все более-менее стандартно для зарядки USB Type-C, но при этом оставили и аудиоджек под наушники. Блок камер выпирает из корпуса. Выпирает не сильно, но если смартфон лежит на спинке, то все равно немного гуляет от прикосновений к экрану. Сканер отпечатков в этой модели под экраны и в целом у меня к нему претензий нет. Работает быстро, работает качественно, но пока что встречается один не очень приятный баг. Бывает, что прикладываешь палец и вместо срабатывания просто экран ненадолго становится поярче и все, ничего не происходит. И так сколько угодно прикладывай, ничего не изменится, пока кнопкой не включишь экран и не разблокируешь уже таким образом. Но я думаю, это софтовый баг и скорее всего его поправят в одном из ближайших обновлений. Учитывая подэкранный сканер, легко догадаться, что сам экран сделан на основе AMOLED матрицы, потому что с IPS такие пока что массово не производят. Дисплей, надо сказать, неплохой, диагональ 6,44 дюйма, разрешение 1080 на 2400 пикселей, приятные цвета, хорошие углы, в общем все как надо. Единственная яркость и не очень высокая, но вот прямо сейчас осенью мне его хватает вообще спокойно, хоть в помещении, хоть на улице никаких проблем нет. Но вот летом под ярким солнцем, конечно, надо проверить отдельно. Настроек довольно много, кто любит все сделать под себя, должны заценить. Есть несколько вариантов цветопередачи, темный режим, фильтр синего излучения, в общем весь обязательный набор на месте. Для тех, кому мешает мерцание от шим, предусмотрена возможность его уменьшить и еще есть режим Always On. Но в этой модели он почему-то какой-то урезанный. Во-первых, не очень много вариантов самих часов, если сравнивать с тем же Vivo X50. А из уведомлений он умеет отображать только пропущенные звонки, непрочитанные смс и сообщения в WhatsApp. И все, со всеми остальными программами он работать не умеет. Учитывая, что светодиодного индикатора тут тоже нет, это не особо удобно. Сэкономили в этот раз на повышенной частоте, ни на 120, ни даже на 90 Гц, экран Vivo V20 работать не умеет. Плюс незаявленная поддержка HDR10 или цветовой охват DCI-P3, как в более дорогих моделях. Правда, в случае смартфона я бы не сказал, что это большой недостаток. Что касается характеристик, я бы сказал, что все хорошо, но, знаете, без излишеств Snapdragon 720G, 8 гигов оперативки и 128 гигабайт под файлы и программы с возможностью расширить за счет карты памяти. Забавный момент тут в том, что более доступный V20 в некоторых тестах, особенно в тех, которые завязаны на производительности графического чипа, оказывается быстрее, чем дорогой Vivo X50. Такие дела. А вообще сейчас такого железа хватает для любых повседневных задач, включая, разумеется, игры. Для того, чтобы интерфейс плавно работал, программы быстро запускались тоже достаточно. А что-то большее требуется на самом деле немногим. Собственно, поэтому сейчас даже Google взял и выпустил новый Pixel с характеристиками смартфона-середнячка. Звук немного разочаровал. Главным образом потому, что когда я впервые увидел вот этот вот здоровущий разговорный динамик, не знаю, сфокусируется, камера нет, то подумал, что здесь есть стереозвук, но нет, оказалась совершенно обычная схема. Внешний динамик один, выведен на нижний торец и верхний используется только для разговоров. А вот автономка порадовала. В моем режиме, а я пользуюсь им почти постоянно, разве что играю мало, он стабильно мог выдавать по два дня работы. Или где-то часов 7,5-8 экрана. Но тут понятно, все сильно зависит от того, как конкретно пользоваться, зато скорость зарядки величина относительно стабильная. От комплектного адаптера получилось 60% аккумулятора за 30 минут. А что там у нас по главной фишке? И да, я, если что, про Android 11. Интересный факт, Vivo V20 стал вообще первым смартфоном в мире, который был представлен с предустановленной из коробки этой версии системы от Google. По идее, таким смартфоном должен был стать Pixel 5 от самой Google, но Vivo успели провести свою презентацию на несколько часов раньше. Никаких бонусов им, конечно, от этого нет, но зато лишний раз засветились в новостях. При этом каких-то особенных фишек в 11-ом Android не так уж и много. Google продолжает понемногу допиливать свой iOS, но без резких движений. Во-первых, усовершенствовали систему быстрых ответов. Теперь можно не просто ответить собеседнику в мессенджере прямо из шторки уведомлений, а вести там полноценный диалог, причем сразу в нескольких мессенджерах. Второе, появилась история уведомлений. То есть теперь, если смахнул на автомате, не успев посмотреть, что там было, можно зайти в историю и глянуть. По сути, из того, на что я обратил внимание, все. Если что-то пропустил, дополните в комментах. Отдельно хочу сказать про фирменную оболочку Vivo Funtouch OS. Начиная с 10-ой версии, она становится все ближе к стоковому Android, и в 11-ой это заметно еще сильнее. Мне такой подход нравится. Как вам? Пишите. Камер в новом Vivo 3 штуки. Это если говорить про заднюю часть. Основная на 64 Мп, ширик с матрицей на 16 Мп, и еще одна вспомогательная на 2 Мп. Не нам нужна типа для того, чтобы делать более качественные снимки с размытием фона, но на самом деле я думаю, что просто для симметрии. Фронталка всего одна, но зато сразу на 44 Мп. Приложение камеры особо не отличается от других моделей Vivo. Есть все актуальные режимы, включая ночной с несколькими встроенными фильтрами. Что забавно, есть отдельные режимы макро и двукратного зума, хотя ни макро линзы, ни камеры с телеобъективом в этой модели нет. Поэтому для макро используется ширик, а зум чисто цифровой. По качеству я бы сказал, что оно соответствует цене. Снимки неплохие, с хорошей детализацией в большинстве случаев и с довольно близкими к реальности цветами. Ночью довольно немного шумов, хотя ночной режим, честно говоря, немного разочаровал. Разница с обычным авто есть, но как-то ожидаешь большего. При этом до уровня флагманов V20 все-таки не дотягивает, так что назвать его лучшим выбором за свои деньги с точки зрения камеры нельзя. Скажем так, держится на уровне большинства соседей по цене, и для запроса большинства пользователей его точно хватит. Оригиналы снимков можно скачать по ссылке в описании, и вот еще небольшой пример, как V20 записывает видосы. Вот так вот Vivo V20 записывает видео. Максимальный режим 4К 30 FPS, и в 1080 можно записывать как в 30, так и в 60 кадров в секунду. Сейчас стою на месте, стараюсь неподвижно. И давайте теперь немного пройдусь, посмотрим, как отрабатывает стабилизация. Но, в принципе, до этого уже немножко поснимал, и могу сказать, что отрабатывает нормально, довольно-таки стабилизировано. Получается, может быть, не лучше всех на свете, но это и не флагман. Для своей цены, в принципе, неплохо. И осталось нам проверить скорость фокуса. Вот, ну, довольно шустро, могу сказать. Тут никаких придирок нет. Только вот в конце почему-то немножко залипло. Но сейчас идет дождик, и, возможно, просто капли попадают на экран. Из этого фокусу сложновато. По связи все как положено. NFC, Wi-Fi на 5 ГГц, Bluetooth 5.1, все на месте. Даже FM-радио не забыли. Для полного счастья не хватает разве что инфракрасного передатчика. Лоток рассчитан на 2 SIM, и, что приятно, для карты памяти отсек отдельный. В пределах города со связью проблем не замечал. GPS тоже работает нормально, по крайней мере, каких-то явных косяков я не приметил. Что по итогу? Аппарат мне понравился. Реально приятный девайс, причем как в эргономике, так и в том, как он себя ведет в повседневном использовании и в софте. Баги я тут даже не беру в расчет, потому что пользуюсь предрелизной прошивкой. И к началу продаж все уже должны будут поправить. Разве что хотелось бы, наверное, камеру еще чуть получше, чем у него есть на данный момент. А вот советую я его к покупке или нет, тут уже вопрос сложнее. Тут смотрите, какое дело. Если для вас на первом месте стоит производительность, то можно найти смартфоны с таким же железом, а то и более мощным, но дешевле. То есть, если для вас на первом месте стоят те же игры, то есть более рациональные варианты. А вот если брать, ну как я вначале сказал, совокупность всех каких-то впечатлений, то если присматриваете себе смартфон в этой ценовой категории, то как минимум стоит добавить его в список кандидатов. И возвращаясь к конкурсу, призов в этот раз целых 9. Трое вот таких вот наушников, 3 рюкзака и 3 вот таких вот футболки пола. Не знаю, как это правильно называется. Хотя нет, наверное, 8 призов. Одну вот эту я оставлю себе. Условия максимально простые. Во-первых, надо быть подписанным на мой канал iZender2day. И второе, нужно оставить какой-нибудь любой комментарий под этим видео. Но есть несколько важных моментов. Самое важное, призов в этот раз реально много. И чтобы просто не уйти сильно в минус на отправке, бесплатно я отправляю за свой счет только по России. Если вы из другой страны, то участвовать, конечно, можно, но отправка уже за ваш счет. Разумеется, если что, можно будет отказаться, и я тогда просто этот приз переразыграю. Второе, не забывайте открывать в настройках YouTube список каналов, на которые вы подписаны, потому что иначе я просто не смогу проверить, выполнены ли условия. И третье, пишите в конце комментария, как я могу с вами связаться в случае победы. Ну, это просто, чтобы быстрее и проще я мог до вас достучаться. Подводить итоги будем 4 ноября, скорее всего, в 18.00 по Москве. Но если будут какие-то изменения, то я напишу об этом в своей группе ВКонтакте, в Телеграм-канале и здесь, на YouTube, в разделе «Сообщество». Так что подписывайтесь на соцсети, чтобы точно ничего не пропустить и быть в курсе событий. На этом у меня на сегодня все. Желаю всем удачи и увидимся в комментариях. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!